Добрый день! А что тут происходит у вас? Над руками работают? Здравствуйте! И что там человеку показали? Вы напишите обязательно, что не сходите. Так нужно же бороться, ребят с этим. Да, ребят, уйти на море. Вы можете сейчас уже не брать по почте, а срочится. Ладно, а такой вопрос, вам адвоката предлагали воспользоваться помощь? Нет, а что вы не брать? А что вы не брать? На зоне, в зоне бикинки. Смотрите, я вам сейчас могу сказать, что в течение которого времени он будет находиться. Как вы думаете, сколько вы, пацанов, выпишите? Вот так вот. Каждой фиксации. Сколько вы выписать сможете по процессу? По процессу. Я не знаю, сколько. Смотрите, я вам сейчас эксперимент покажу. А поверка, я что-то в руках не вижу. Ни прибора, ни поверки. Все налевак. Короче, мужики, ютуб канал Адос Харьков. Так нельзя. Так нельзя. Группа есть в Телеграме на Дзор Харьков? Все. Давай. Давай, счастливо. Добрый день. Что у вас случилось? Вас остановили или что? Абсолютно. Я хочу пояснения от работников полиции, что они тут каждый день влаштовывают за действия. Чи есть припис на это место. Что тут происходит. Каждый день тут... Ага. И что это за у них такой технический прилад? Я... Мені байд уже. Абсолютно. Я не знаю, это, чтобы они побегали... Это всё. Парень молодец. Добрый день. А за что вас остановили? За музыку? Да. Над руками? А? Над руками? Над руками остановили. Типа превышение? Да. И что вы согласились? Да, ну уж превышение, а что с этим? Согласились. А как насчет, если мы бесплатно вам поможем? Таким образом. Вот адвокат. Бесплатно. Вы просто увидите, как оно в реальности все работает. Можно попробовать. Согласны? Давайте сейчас. Добрый день. Приветствую, Вадим. За что вы остановили данного человека? Решение скорости на 42 км в час. На 42 км в час? Вы уже пишете постановку? Уже вы не выносите постановку. А как насчет адвоката? С водителем все было ознакомлено. Водитель с нарушением согласен, уже выносится постановление. Он вообще не в курсе всех событий? Ну, ходит. То бишь водитель обманывает? Я не знаю, кто обманывает. Вот я говорю так, как было сказано мне. Водителя было спрошено, согласен с правонарушением. Он сказал согласен. Простановление. Постановление выносится. А на бодикамеру это зафиксировалось? Бодикамера уже выключена. В смысле выключена? А скажите, вам адвоката предлагали? Нет. А что вы не предлагали? Там зачитывали права. Там зачитывал права. Какие? Давайте так. Есть видеофиксация. Смотрите, на данный момент сейчас присутствует адвокат. А вы хотите по-быстрому уже вынести постановление? Это же рассмотрено дело. Нет, дело рассмотрено тогда, когда уже... Мы сейчас вытемливаем с правами. Водитель имеет право воспользоваться. Он же имеет право. Имеет. Ну, это же мы в процессе рассмотрения дела. Правильно. На момент вынесения постановления. Дело рассмотрено. В деле было сказано... А кто останавливал транспортный след? Я в область. А от рукам вообще ж не у вас. А где тренога над руками? Вы сами прекрасно понимаете. А вы разъяснили человеку, чем предусмотрены все технические правила? Девушка, вы там сильно не наяриваете постановление писать. Я сейчас кое-что к вам еще сделаю замечание. Если вы сейчас по-быстрому вынесете постановление, вы будете сейчас тут очень... Ради бога. Все, 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 есть документы. Давайте начнем с нормы законной. Чем предусмотрено этот прибор вообще? Ну, вы же понимаете, это же гражданин Украины. Да, конечно. Распространяются на него какие? Только законы, которые он обязан выполнять, правильно? Я, ну, честно, я не особо понимаю, кто вы. Конечно. Представьте человека. А где в законе, вы можете мне сказать, я сразу в интернете открою. Бог, ну а. У вас есть правила дорожного движения. Не-не-не, мне про прибор. Я подавайте про прибор. Вы сейчас говорите, он должен водитель. Водитель должен к чем упасть? Правила дорожного движения. Правила дорожного движения указана. Какая скорость? Водитель, а гражданин. Ну, вы искали, что вы хотите по закону привлечь? Конечно. Значит, в законе должно предусмотрен быть прибор, которым эту скорость определяет. Хорошо. У нас любой гражданин при прохождении курсов, специальных курсов, получает особое право как водителя от транспортного средства. То есть, чего управляет? Правильно. То есть, гражданин есть водитель. Правильно? Ну, водитель, но есть в любом случае гражданин. Может и не гражданин быть. Это же такое. Может быть путешественник по меру. Смысл, смысл, ну, цепляться. Дром государства. Естественно, если водитель, в любом случае гражданин какого-то государства, какому-то государству получалось. Ну, смотрите, я просто вам хочу сказать. Это какой-то технический прибор. Правильно? Вы его называете как? Прибор, который фиксирует... Да, прибор, который фиксирует скорость. У него есть погрешность. У любого прибора, как вы думаете. Здесь, смотрите, был установлено скорость сработки 75 км в час. У нас ответственность властно законодательства от 20 км в час. Я не знаю, это хочу сказать. Это прибор технический. Водитель скорость 92 км в час. Чем установлено? Данным прибором. Как вы его использовали? Каким вы его использовали? Держится в руке и используется. Вы с руки как-то его держали? Вы сами прекрасно понимаете. Нам для рассмотрения дела, для привлечения, в случае чего, водителя принесет в ответственности, нам нужно максимальное доказательство, от которых нужно будет отталкиваться. Почему с рук он фиксируется с момента совершения правонарушения, вплоть до остановки, где виден точно то, что номерной знак, чтобы не получился... Вы хотите сказать, что рука может заменить штатив? Правильно я помню? Как с треологией можно зафиксировать? Вот, смотрите. Я вам объясняю. Был такой, как визир, если его застали, то визире, что говорится, что он только с треногой. Объясню. Потому что все сертификаты, которые у вас выданы, там даже есть, наверное, экспертный выясненный, как там договор, да? Ну, что-то есть, да, конечно. Вот там все со стендов. Все со стендов. Потому что не может без стенда использоваться измерительный прибор, его точность. Соответственно, зачем это сделать? Чтобы определить его погрешность. Она равняется, вот если будет, допустим, 72. Вы сможете привлечь человека? Нет, почему? Потому что в приборе у вас написано, что имеется погрешность плюс-минус. Вот, теперь живем. Поэтому... Смотрите, я вам объясню. Когда вы с руки стреляете, там стреляете, используете прибор любой, пропадает точность. Почему? Потому что вы не можете зафиксировать, например, горизонтально и четкую неподвижность. Вы же понимаете? Поэтому сейчас делается 75 километров. 5 километров уже едет сначала. Давайте еще дальше глянемся на него по физике. Как вы думаете, это заводской размер дисков? И как вам право обращаться? Алексей. Алексей, скажите, ну как вы считаете, какой бы ни был размер дисков, может дать погрешность? Повлиять на скорость может или нет? Ну не на 22 километров. Повлиять может повлиять? В мир дисков? Да. И резина. На скорость на приборке может повлиять. А на вашем приборе? Абсолютно. А скажите, пожалуйста, такой вопрос. Чем предусмотрен, каким законодательным актом предусмотрен в руках? Давайте там нормативно правовой документ. Вот смотрите. Если вот 33 приказ, 33 приказ, там было реализировано. У нас сейчас родят справа идет. Он не может быть заверен. Это конечный результат. Правильно. Выносится постановление. Адвокатом дали воспользоваться. Вы меня слышите или нет? Водителя ознакомливали с правами со всеми водителями. Вы ему разъяснили. Знаете, что такое разъяснение? Вы контролируете эмоции, пожалуйста. Что же контролируете? С властной 268 водитель имеет право воспользоваться. Ему все это было защитно. Каким образом? Пожелает сказать. Я хочу воспользоваться адвокатом. Каким образом? Вы меня слышите? Каким образом? Позвонить, пригласить. Перед началом рассмотрения дела. А почему во время он не может? Может, пожалуйста. А почему? Вынесено решение. Вынесено решение, это когда человек расписался в конкретном документе. Правильно? Это вынесено решение. Уже дело рассмотрено. У меня это решение. Все сейчас водитель, который только даем копию постановления. У нас есть колопотание о переносе дела. Так уже же рассмотрено дело. Где покажите? У него будет 10 дней на обжаловании. А теперь сделаем... Контролируйте эмоции. Я говорю, не сильно хит... Я вам объясняю. Я вам объясняю еще раз. Вы пользуетесь тем, что вы гражданки, а я по форме. Зачем вот это... А вы пользуетесь тем, что вы говорите, я уже вынес, я уже вынес. Что ты вынес? Вынес. Тебе говорится, есть адвокат, который... Брати бога, если бы в моменте рассмотрения он сказал, хочу воспользоваться. У нас еще... У нас все законченное действие? У нас все закончено. Это твои слова или что? Я говорю, да. А я тебе говорю, что нет. Человеку нужна юридическая помощь. Пожалуйста. Все, мы пользуемся. Адвокат задал вопрос. Уже выносится постановление. У него есть 10 дней на обжаливание данного постановления. Да вот у тебя как раз будет 2 месяца привлечения меня к ответственности. А вас причем здесь говорить? Я тебе сейчас обратное докажу. Пожалуйста. Все в законном порядке. И мы посмотрим, как ты на мне попытайся оторваться. Один, все в законном порядке. Подождите, вы же в порядке 278-й, часть 5-й рассматривали те или иные кодотальства. Их не было. Не было, да. Потом в процессе рассмотрения у человека возник вопрос с судьбой, а именно... Процессии. Да. Процессии. Все, я сказал, все, дело рассмотрено, выносится постановление. Но я же не вижу у человека... И вот сейчас... У нас, ну извините, электроника у нас. Нет, ну электроника, электроника, это может и подождать. Учитывая, что еще нет конечного результата, человек имеет право воспользоваться. Есть вопросы? Есть вопросы? Когда будут, я их задам. А что такое? Мы подходите к мне со сканей, я волнуюсь за свою собственную безопасность. Если бы ты волновался за свою собственную безопасность, ты бы не стоял бы по-другому. Ты бы в какой-то поте бы стоял. Что с одностроем у девушки? Девушка, что у вас с одностроем? А конкретно, что у вас с обувью? Скажите мне, пожалуйста, что у вас с обувью? Давайте по-быстрому друкуйте, друкуйте. Вот это, друзья, вот это чисто... Которые уже срисовали данные человека и по-быстрому напечатало. Значит, радость моя. Ты мне расскажешь сейчас, почему ты нарушаешь 718-й приказ. Сюда командира роты, пусть он даст объяснение. Если вы сильно умные, значит, мы тоже будем умнее. А то посмотри, она нахренячила эту постанову, справилась. Сейчас мы посмотрим, как с нами вы это сделаете. Чисто... Какой закон я покажу водителю, человеку, чтобы мои действия были законными? Никогда не покажете документы. Никогда. Такой вопрос руководству. Вас тысячи человек. Есть правила дорожного движения, которым будет искрательна скорость разрешённых движений. Есть сертифицированный прибор, который фиксирует скорость. Да, но есть порядок и инструкция об боевых использовании. И неправильное использование прибора может привести к глобальным поверхностям не только на 10, но и на 20, на 30 случаев более километров в час. Вам было приятно, если я на вас написал заявление и вас без вас выписали, допустим, протокол за отсутствие маски, а вы глазки были? Ну, так. Это вообще есть видеофиксация, так сказать. А вот эта видеофиксация, она принадлежная добрость. Есть слово-на-слово, есть видеофиксация. И сейчас буду ознакомливать ведителя, включу видеофиксацию. Нет, ну вот смотрите, у человека зафиксировано, у нас зафиксировано, что у вас даже такого вещи нет, как прибор, именно тренога. Пояснение человеку мог бы дать. Алексей, вы что-нибудь прекрасно понимаете. Вы знаете, они имеют право воспользоваться. Вы ознакомливаетесь, но не разъясняйте, что это позволит вам. Вы просто зачитываете и все. Ну, что такое зачитать? В смысле, позволит вам. Вы согласно законодательству обязаны ознакомить его правами. Согласно 268, чем он может... У человека может попросить, допустим, а что, как их реализовать? Вот там бесплатные, если вы, допустим, знаете, есть платные, а то есть бесплатные. Ну, как процедуру бесплатного адвоката получить? Вы разъяснете, человек? Вы что-то знаете, что и существует такая процедура? А что надо сделать для того, чтобы получить? В каких случаях мы обязаны его предоставить? А в каких случаях может законодательством предусмотрена бесплатная помощь? Продолжается видеофиксация, что у вас есть сейчас законодательство. Бесплатная помощь может? Солнце? Да, я закончу. Сейчас ознакомлюсь. Можете мне рассказать. На любые ваши вопросы ответим. А как? Наигнорируете адвоката, да? Не, ну, пожалуйста. Продолжайте. Вы сами прекрасно знаете, как эти все процедуры с адвокатами должны происходить правильно. Ты знаешь, что это должно быть? Сейчас не правильно, да. А? Сейчас не правильно, да. Человек говорит, это мой адвокат, значит, я не правильно. Вот хорошо, продолжайте. Давайте, давайте. Сейчас они все посвящен, покажут. Все, все покажем. Давайте, пожалуйста. Антон Сергеевич, ознакомлю вас в вынесенном постановлении. Адрес рассмотрения дела. Данные мои, данные ваши. Данные транспортного средства. Самофлабок. 19.08.2021. Траблично. Я смогу. Не смогу. 10.58.53 секунды. Проспект 2 Ландау, 179. Водей, керівщик транспортным завсом, рухавший 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 зі швидкістю 92 км на годину у межах населенного пункта. Чим перевищу дозволено швидкість руху на 42 км на годину. Зафіксовано приладом Трукан для Ка-30755. Чим порушено много пунктов 12.4 права дорожного руху України. За що, згідно законодавства, передбачено відповідальність, згідно частину юберства, статей статей 122 кодексу України про активного порушення. Нормально, раз. За що, передбачено штраф 370. Згідно діючого законодавства, у вас є 10 днів на е-сплату. А я завжди з камерами підходжююю. Напроте зі 15 днів, страх ми буде сплачувати. Ні, ні, що, коли ти, бляд, стоїш, футкає, що треба послати групу, а тут ж водоць приїхав. Водоць Сергій. Водоць Сергій. Водоць Сергій. Водоць Сергій. Водоць Сергій. Антон Сергійович, копію постанови будете отримувати? Она на адрес придетесь. Ну, я ж чому спитаю. Можете отримати, а воно за адресу, як ви указали, як ви мене повідомили. Копію постанови не будете отримувати, так? Ви бажаєте щось записати в постановку? Вам адвокат радих написати не згоден? Ну, тоді ж ми будемо писати? Ні. Ну, а так перед себе не згоден. Тоді вказуйте, що ви відмовились від отримання копії постанови. Вам дана постанова буде написана за адресі місця проживання, яке нам повідомлено. Вопрос такой, вот смотрите. Закуплены у нас шокеры. Законом не предусмотрено. Почему не используете? Аналогична ситуація вот с этим. Почему не используете? Почему не предусмотрено законом? Законом, що не предусмотрено? Рукам? Нет. Шокера. Шокера не предусмотрено законом. 30-40 статей. Их использование не предусмотрено. Ну, то не прописано пока. Вот. Почему не используете? А при этом же, противоположно, вы используете тот прибор, который нигде не предусмотрено. Вот вопрос к вам, как субъекту, который несет юридическую, интеллектуальную ответственность. Вы сами себя спросите. Подождите, мне руководство дает то, что нигде не прописано. А законно ли это действие? Почему в судах заходят эти все обжалования? Есть моменты, да, где есть, к сожалению, обжалования. А чего, к сожалению? Ну, почему? Судья, который сказал, извините, я закон нарушать не буду, буду притягу выполнять. Ну, а по часам одно обжалование, есть десяток, которые оставили без обжалования. Ну, те, которые, да, согласились, да, в системе. Ладно, мы много раз говорим. Вы же будете сейчас дальше продолжать? Вы будете стоять дальше продолжать? Или получится так, что вы уедете? На обед. О, друзья, вот вам пример того, что теперь... Потому что они понимают, что наше присутствие будет им очень мешать. Правильно? По свечению судьбова. Что скажите, пости? Пости. На кормушке, да. На кормушке стоят. По свечению. Я же снимать вам, я не там. Ты мне дашь снимать. Фиксировать дашь. Ты дашь мне зафиксировать. Я вам могу его предъявить? Ты мне дашь зафиксировать. Я говорю, ты мне дашь зафиксировать. Вы будете дашь снимать? Конечно, будьте так любезны. Я вам... Это вы мне сказали? Да. А чем это предусмотрено? А чем предусмотрено? Три четвертая статья Конституции Украины. Смотрите. Смотрите. Ты отказываешься? Нет, не отказываюсь. Ты отказываешься? Нет. Предоставляй. Нет. Предоставляй. Вы не уедете... Я ляжу перед машиной, но вы не уедете. Мы будем стоять зато. Я буду меры принимать. Принимайте. Предоставляй. Нет. Ты будешь показывать? Я буду вам показывать. Предоставляй. Нет. Ты отказался? Вы на видеофиксацию задаете? Нет. Не будет фиксации. Вы можете предоставить? Буду. Вам кажется, что у меня ничего нет. Пожалуйста. Мне не кажется. В смысле? Вы что-то своему заключению сделали. Дай ознакомить. Романил Александр Анатольевич. Дай ознакомить. Можно? Уберите. А увидеть как? Я говорю, дай... Подожди. Вы ознакомились? Да, я знаю. Как я ознакомлюсь? Ты отказываешься? Нет. По три. Какая рота, какой батальон? Инспектор злобил два, рота четыре, батальон номер два. Пробедила вторая полиция. Четвертая рота, второй батальон. Рейтенант полиции. Романенко Александрович. Как я могу в этом убедиться? Сужбовое посещение предоставляйте. Уберите. Я говорю вам, вы в любом случае мне сейчас предоставите. Нет. Час, два, вы все равно предоставите. Три, четыре. Слушай, ты не агр... Ты че? Все. Дальше еще вопросы будут? Да, предоставь, говорю, службовое посвящение. Ты отказываешься? Я говорю, предоставь мне службовое посвящение. Девушка умнее оказалась, но, к сожалению, на нее жалоба прилетит. Красковый Эдуард Вячеслав. Что-что? Посмотрим? Да. Посмотрим, как прилетит? Ну, конечно. Вадим. Вадим, к чему это, Дима? Конечно, она прилетит. Ты что, сомневаешься? Вадим, Вадим. Ты не залазь на ветку высоко. Вадим. Ну, зачем? Все, обжалуйтесь. Ты же знаете, куда прекрасно обращаться. Ее привлекут... В случае выявления правонарушения, привлекут ответственность. К чему сейчас это проводить, Дима? Меня жалуются. А вот он говорит, там, знакомый. На московском, что-то, как он устремил недавно. Женя такой уменьший. Спасибо. Друзья, в общем, человеку уже выписали постановление, так он показал документы. Алексей Михайлович, в двух словах. Как нужно водителю поступать в той или иной ситуации? Если вас остановили, обязательно прослушайте все, что вещает инспектор патрульной полиции. Уточнить, если что-то непонятно. И если он говорит такое слово, как правовая допомога, обязательно в порядке заявить ходатайство устно и письменно о том, что вы хотите реализовать свое право. Потому что необходимо разобраться. Какой-то прибор технически используется, у которого в законодательстве нигде не регламентировано, не прописана его процедура использования. Соответственно, у него есть какая-то инструкция. А вдруг человек, полицейский, не дай Бог, случайно, нажал ту функцию, которая позволяет не точно скорость измерять. Соответственно, произошла ошибка. Надо в этом разобраться. В этом разобраться, кто должен. В инспектор и в процессе проваджения. Соответственно, нужно переносить такое рассмотрение дела и воспользоваться своими правами. Знать их и пользоваться. И в дальнейшем полицейских привлекать к ответственности, если имеет случай, место нарушения с его стороны ваших прав и выполнения должных обязанностей. Это вкратце. Друзья, ну и к слову, запомните, если вас остановила полиция, вы обязательно должны вступить в нашу группу в телеграме «Надзор Харьков». У нас там присутствуют адвокаты, присутствуют наши админы, которые выезжают, помогают. Бывают моменты, когда мы выезжаем в другой город. На данный момент сейчас у нас остался один полицейский, который по-любому мне покажет свои службовые посвящения. Как-то так. Как это дальше, задавайте лайк иار? Смотрите, Продолжение следует...